Телеканал КРТ представляет Херсон Одногодки мои даже Вот им было по 55 хлопцам Да, помоложе С Майданы хлопцы уходили Мы тоже, да И когда они уходили, им кричали Идите, слава Украине, защищайте А когда возвращались То те, кто кричали Слава Украине, говорили, мы туда тебя не посылали Какие протезы, какая реабилитация Какие деньги на операцию Вот так, это Одесса отвечала Так она ненавидит Это все Одесса, да Я знаю, что 2 мая она грядет И там еще услышим Это так отвечал Харьков, так отвечала Запорожье Вы это прекрасно знаете, Надежда Викторовна Надо говорить правду А почему так отвечали? Потому что мы не едины Мы не едины Я вот слушаю людей, которые говорят Что мы нация Нет, Надежда Викторовна, я старше вас много Я прошел тоже две войны И я вам скажу, мы населенные Населенные, в основном подлые, циничные, увживые, трусливые Но мы населенные Если бы мы были народом Мы бы еще в 2014 году Все повернули туда, куда оно шло, мало идти У нас бы не было предательства из этой СБУ Минцы, как нас передавали Ждавали города, как стеклотару По суду давали На каких вы сказали, что вы тоже пройшли две войны Участником каких боевых действий вы являетесь? Приднестровье Да, ну это, там понятно Тот, кто сравнивает Приднестровье и наш конфликт на Донбассе Скажите, пожалуйста, залишайтесь, пожалуйста, на лінію Я продолжаю нам розмову на две хвилини Ви сказали зараз про ту войну, яку є А давайте згадаем про Приднестровье Згадаем про те боевые действия, которые вы проходили Вы тогда были еще, служили строково? Или уже были, может, в армии? Я уже был, мне тогда уже было 33 года, когда это все было А можете рассказать, вот, чи був у вас взагалі таке поняття Посттравматичного синдрома Чи взагалі приділялась тоді увага И чи, ну, говорилось про це Тому що я тоді ще не была Ну, тобто я була ще молодою тоді І зараз про це поговорить От саме посттравматичний синдром Психологична реабилітація В ті часи піднімалися такі питання Чи в ті часи це якось трактувалось по-іншому І виглядало по-іншому І як підтримувала держава вас після того, як ви повернулись Чи тоже говорили, ми вас туди не посилали Бо в Афган, коли посилали, так само говорили Надежда Викторовна, конфликт в Приднестровье начался 22 июня Утречком А закінчился в августе месяце Досить швидко Так что конфликт, да Таких боевых мощных действий, как здесь не было Ну что, зайшли танки, зайшли БТР Зайшли зелы з зенитками С Кишинева на Бендер Со стороны Суклеї, Фарлада Начали обстрелять Медний город А мы как... Ну что, мы работяги, мы шли з заводів Я работав на военном заводі АРЗ-778 Это военное предприятие, которое выпускало КАМАЗы, тягачи МАЗы, ракетные тягачи, вот эти вот, что тягают сейчас травы с танками Вот и все Ты пришел в КАМАЗ, военные билеты тебе дали автомат Все, униформы, ты в Вардии Вот и все Грабежей, убийства, насилия такого, как творится вот здесь То, что я видел в 14-м Приднестровье, это отдыхает А как думаете, через что? Может через то, что тоди был, как вы кажете, народ? А зараз населення? Нет, тогда, понимаете, что получилось? У нас тогда нагнеталась эта российская стагнация такая Потому что в Тераспоре стоит до сих пор 14-й армия Вернее, штаб 14-й армии Флаг, знамя до сих пор стоит И вот тогда это было для нас дико Как Молдавия, цветущий такой регион, цветущий край И вдруг Турбина начинают его рвать по-живому, понимаете? Вот это было самое страшное, что рвут по-живому Тот молдаванец, которым ты вчера еще пил с такими наеку, что мамлыла Она, пожалуйста, по ту сторону баррикады, а ты по эту сторону баррикады Я дуже вам дякую, я дуже вам дякую На жаль, час у нас закінчився Я сподіваю, что вы позвоните нам еще не раз И действительно, вы та людина, яка проживаете Зараз в том месте, где иде война Я думаю, что такие темы в нашем эфире будут еще не раз И нам будет цікаво чути вашу точку зору И самое главное, правду Потому что, возможно, кто-то ее не видит Дуже важно, когда есть кто-то, кто ее не боится рассказать Саме из этих зон, которые ее видели Я хочу сказать вам сейчас, что Мы подняли очень цикаву тему С нашим дозвоночником из Краматольска На жаль, имя он не сказал Розумите, действительно, есть люди, которые Повердаются из войны не только психологично Поколиченными и могут еще подрывать Мости, как нам показали в сюжетах А есть люди, которые повердаются и физично Поколиченными И поддержка людини-инвалидов Это вообще еще окремая тема Потому что там уже не психолог треба Там треба реальная ответственность державы За то, что держава посылала туди солдат Я чула такие ситуации, когда говорили И хлопцы, ну уже чоловики на данный момент Яки проходили війну в Афганістані Вони теж часто чули від чиновників Мы вас туди не посылали Это же был Радянский союз Потем солдаты, которые в Российской Федерации Воювали с Чечнею Те самое чули Мы вас туди не посылали И насправді и наши хлопцы сейчас чуют Те самое Мы вас туди не посылали Это, на жаль, правда И действительно, потушить все, что накопилось За час цієї войны Нам, напевно, доведется еще не один рік Чи будет справиться с этим держава, я не думаю Чи будет справиться с этим суспільство, тут бы мне хотелось Мне бы хотелось, чтобы мы действительно стали из населения, нацией и народом Одним единым Чтобы мы действительно могли объединять Украину Но это все в наших руках И это работа каждого